Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую, всем рада! С вами Наталья. Ну, как вчера в Телеграме я сообщала, показывала, у нас вчера была гроза, ночью шел дождь, к утру закончился, и светит солнце. Это так здорово, особенно когда в пятницу. У кого последний крайний рабочий день перед выходными? Я вас поздравляю. Ну, а у сельских жителей выходных не бывает, у фермеров не бывает выходных. Ну что, наша тёлка, короче говоря, Быкова, второй день не выходит в стрим. Что-то случилось? Почему её нет в стриме? Ей же так нужны были позавчера деньги. Ну, прям вот вынь и положь. Срочно нужны, прям срочнейши нужны деньги на сено. Чё, не надо? Чё, уже собрала? М? Или, может быть, Быков привёз денег на сено? Интересное кино. Ну, это ещё полбеды. Вчера была, видео выпустила она. Второе, продолжение. Первое. Как приезжал муж, бывший. Ну, вы знаете, неинтересно. Продолжение одно. То есть, начало одно, продолжение второе. И всё одно и то же. Всё хозяйство. Опять дует коров. Коз дует. Зерно разносит. Ну, Альвина показала, как быстрее набрать ведро. Да. Комбикорма. Единственное, что я там увидела. А всё остальное то же самое. Даже говорить не о чем. И не хочу. Не хочу. Заканчивать видео стало вообще непонятно. Показывала, показывала. Фигак. И темнота. Это чё за ерунда? Ни пока, ни до свидания. Вот я помыла. Вот я убрала. Чтобы мухи не садились. Всё. Ну, хозяин-барин. Это её канал, как она говорит. Как хочу, так и веду себя. Но это была ерунда. Я хотела поговорить о другом. То, что канал загнивает, это сто пудов. Лёшка-картошка вчера выпустила своё старое видео, которое он убрал, потому что оно не зашло. Его не смотрели. Ой, извините, кошка прыгает. Оно не зашло к разгущёнку. Он то же самое видео выпустил. Я думала, он снимет новое. Нет. То же самое видео, только по новой запустил. Он что, думает, будет смотреть? Что в этот раз оно зайдёт? Странный мальчик, странный. И ещё что. Значит, вчера, накануне лепёшек особо у Быковой не было. Вчера вышло утром. Говорит, о, как я себя плохо чувствую. Мне вчера так было плохо, я поэтому не вышла в стрим. У меня всё болит. Я не могу понять, что со мной. И я просто лежала. Хорошо, у меня здесь есть Альбина. Даже сегодня утром. То есть это вчера было у неё. Даже сегодня утром я еле стащила себя с постели. Но сказала, Оля, надо вставать. И если бы у меня не было такого волшебного слова «надо», я бы не встала. Ну, в общем, трагедия, трагедия, огорчение. У нас следующий этап, мы должны плакать. Вот она, видно, никак не нащупает ту изюминку, с которой можно зареветь. И тут же, в лепёшках, и я в машине еду со мною, все детки мои, да, такая весёлая, что вы. Вот только что, полчаса назад, она такая трагедия, и я умираю, мне плохо. А тут же собрала всех детей, села в машину и поехала. И едет, и рассказывает, вот вчера одно несчастье за другим. И ещё к этому добавилось, у меня сломался сепаратор. И вот сейчас еду в магазин, который здесь перед Тамбовым, который я люблю, но не люблю там продавщицу. Короче говоря, она в этом магазине купила сепаратор за 18 тысяч и сказала, вот всё, что масло я готовила, тому мужчина, который решил у меня купить всё масло, это как раз 18 тысяч. И это я потратила на сепаратор. Ну и рассказывает нам байку, как она опять с этой продавщицей непутёвой, что она ей назвала её, спросила её, что ещё один, то есть имела в виду беременность, быковая. Ну ты сама в своих видео намекаешь на свою беременность. У тебя с головой как? Вот ты говоришь, у неё с головой не в порядке, это не тактично. А тактично выпячивать свой живот, показывать тесты на беременность задней стороной. Называть свои видео, жду 11-го, это тактично. А то, что человек на твоё брюхо сказал, вы беременны или нет, это не тактично. А ты его утяни, где твой корсет-то? Чего не утягиваешь? Или ты уже в него не влазишь? Тогда же ты похудела чуть-чуть и в корсет себе купила, а теперь, наверное, не влазишь. Вот брюхо и вывалилась. И жрать надо поменьше. Нет, ну это не про быкову. Понимаете, вот кто-то не тактичен, а она тактична. Да, да. Она везде всем лапшу на уши вешает, что она вроде бы как беременна. Двойные стандарты. А если её спросили, это не тактично. Ну и тут же, конечно, влезла в лепёшки Маша, свина Маша, со своими умными словами. Конечно, она уже высказалась там. Да. Что Оле надо было... Оль Быкова сказала, что она якобы без юмора ответила, подскажите, как в таких случаях надо отвечать. А Машка сказала, в таких случаях надо молчать. Помощь психолога. Но это ещё не всё. Я вчера уже писала в Телеграме. В это самое же время Лёша чапает в поликлинику. Вот. Мама поехала, мама его не забрала, потому что он что делал? А он сепарировал с утра 50 литров молока. Стоп. А ведь сепаратор был сломан. Ещё вечером Быкова рассказала утром об этом, что в машине, что вчера сломался сепаратор. А Лёша сепарирует. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. И я тут Лёша написала, Лёша, я что-то не поняла. А мама сказала, что сепаратор сломан. И что? Оба-на! Семейка идиотов. Меня тут же забанили. Да. Комментарии мои убрали. Меня забанили. За что? Вот объясните мне, за что? Я ребёнку задала вопрос. Разве я неправильно задала вопрос? Потому что вот, смотрю, мама, она говорит, сломан сепаратор. А этот говорит, что он с утра сепарировал молоко. Что за семейка врунов, а? Там уже и дети врут. Вот это первая тройка. Про Женьку вообще не говорю, она пропала. Про неё уже забыли, уже говорить про неё никто не будет. Работает она там себе в пятёрочке, пускай работает. Зарабатывай деньги, как все нормальные люди. Они строят волшебные замки, какая я режиссориста, а как актриса. Зубы сначала, на зубы заработай, выпайми зубы, сходи к дефектологу, поставь свою речь, а потом поступай. Так что же мы видим? Брешет вся семья. И любимая в баню. Как вопрос не нравится им в баню? Я спросила честно. Ну и Быкова опять здесь ехала дальше, заливала нам. Про эту продавщицу, какую-то хрень несла. Ну всё. Вчера мы больше её не видели. Потом вот это видео вышло. Не жили до сих пор? Вот нет, я вот думаю. Быкова, ну если тебе нужен был второй сепаратор. Я прекрасно понимаю, молока большой объём. Сепаратор будет греться, он сгореть может в любой момент. Но в чём проблема, скажи. Вы знаете, мой сепаратор не справляется, греется, молока много. Вот решила купить второй. И не надо называть цен. Но купила и купила. Мы прекрасно понимаем за чей счёт. И мы знаем, что у тебя есть деньги. А вот эти поборы, это только, ну чтобы они были. Чтоб ОПГ разделила, конечно. Машки на ремонт. Машка уже наремонтировалась, пизду, и в Тамбов. Ой, пардон за мой французский. Уже что-то они больно быстро ремонт сделали. Что-то они едут домой вчера в лепёшках смотрю. Уже в Тамбове. Я не поняла. Сказали, что они там будут до конца лета ремонт делать. А чего это? Что случилось? Чё они ремонт не делают? Опять едут обратно, опять полная машина барахла. Вот они с этим барахлом туда-сюда, туда-сюда катаются. Чё случилось-то? Ладно, всё, на этом прощаюсь. До встречи. Вы, мои хорошие. Спасибо за комментарии. Спасибо за подписки. Всех люблю. До встречи.